Приветствую вас. Жаль, конечно, что вы дублируете свой вопрос, потому что тот вопрос, который вы задавали, его, в принципе, можно было просто сделать VIP, и это уже, ну, в принципе, достаточно. А дублирование вопросов запрещено. Правила? Вот. Я вас спрашивал о том, какой вы видите помощь психолога, и все ваши вопросы. Ну, видимо, вы на это не отреагировали, и раз, вы даете снова тот же вопрос. Понимаете, основная такая вот глобальная ваша ошибка заключается в том, что вы считаете, что психологи могут вам найти какой-то вот такой оптимальный вариант решения вашей проблемы. Но на самом деле нет. Никакого оптимального решения вашей проблемы нет, и быть не может. Вот. Потому что вы оказались в ситуации, которую описываете, совершенно не случайно. Вы оказались в этой ситуации по определенным причинам. И причины эти заключаются в том, что вы себя недооцениваете. Это раз. Два. Вы боитесь за одиночество. И три. Вы не разделяете себя и других людей, в частности, себя и, ну, можно сказать, себя и любимых людей. Давайте вот так скажем. И, соответственно, это те глобальные проблемы системные, которые влияют на то, как, собственно, выстраиваются ваши отношения с мужчиной. Вот. Значит, что можно сказать из вашего текста? Ну, во-первых, если вы решили оставить ребенка, то, наверное, я бы не рассматривал психотерапию как эффективное средство в помощи вам. До тех пор, по крайней мере, пока вы не рассматриваете. Потому что гормональный фон, который у вас, условно говоря, будет меняться, будет таким нестабильным, он, в общем-то, подобен помешать. Психотерапевтическому процессу. Поэтому, если вы решили оставить ребенка, то я рекомендую вам все же его родить. И после этого уже заниматься, заниматься психотерапией. Потому что, ну, в противном случае, ничего хорошего не будет. Из, эм, этой затеи. Вот. Потому что, это все-таки определенная работа, и это определенная работа над собой. Я не вижу, Галина, способов, я не вижу средств, для вас, для средств, для вас. Работать в условиях беременности. Это первое, что хочу сказать. Второе, что хочу сказать, так это то, что в вашем тексте прослеживается серьезный элемент верственности. Это очень такой мощный элемент верственности, значит, ну, прослеживается у вас в тексте. Что такое жертвенность в данном случае? В данном случае жертвенность, это становление или постановление. Себя ниже, чем другой человек. Ниже, чем другие люди. И это то, на мой взгляд, что вы делаете. То есть вы, вот, ставите, ставите себя ниже, чем, ну, чем, чем другие люди, чем других людей. Вот. А, и, вот вы говорите, что, значит, парень меня бросил. Вот. Ну, что это значит? Бросил. Маскар. Вы же не вещь. Да, вы же не предмет. Чтобы парень брал и вас бросал. Вы же не вещь. Значит, отсюда идет восприятие себя, вы себя воспринимаете, как, ну, как предмет. Вот. Скорее всего. Потому что вы говорите, что парень вас бросил. Хотя, бросить вас парень не может никак, потому что вы не вещь. Вот. Вот. Но, конечно, конечно, вы можете чувствовать себя брошенной. Это безусловно. Вы можете ощущать себя брошенной. Но причины того, почему вы ощущаете себя брошенной, не связаны с действиями, действиями мужчин. А связаны, скорее, связаны, скорее, с тем, как вы, именно вы, себя, грубо говоря, воспринимаете. Вот. То есть, если вы воспринимаете себя определенным образом, то и, соответственно, ситуация будет складываться, ну, также определенным образом. Дальше. До беременности, так, он встречается с другой, она ни о чем не догадывается. А должна или... До беременности мы встречались пять лет. За эти пять лет он уходил с другой, но там энзима не было. Ну, смотрите, надеяло. До беременности мы встречались, получается, с семнадцати лет. Не, мужчины. Я бы, конечно, спросил вас, почему вы так рано хотите детей, и почему вас, вот, в данном возрасте волнует создание семьи, тогда как вам надо бы... Думать о, допустим, о своей реализации, о своей карьере, о своем развитии. Вот. Но я хочу сказать, что, во-первых, тот факт, что мужчина уходил от вас несколько раз, это говорит о проблемах, о проблемах в отношениях. И о том, что, скорее всего, эти проблемы вы не решали. Вот. Раз он все-таки ушел в итоге. А с другой стороны, можно говорить о том, что вы от него можете быть чересчур зависимым. Вот. В зависимости от этого, в данном случае, нуждаемость. Вот. Нуждаемость в человеке. Если это так, то нуждаемость в человеке требует своего раскрытия. Ну, или расшифровки, чтобы подкорректировать свое поведение в соответствии с тем, что вам нужно. Прошлым летом, он уехал на работу в другое место, и я узнал, что там у него появилась девочка, с которой он на момент, когда я узнал, уже был две недели. А, ну, здесь, соответственно, и речь о том, что мужчина просто вас не ценит, не ценит. И это наводит на мысль о том же, что ваше поведение, которого вы придерживались в отношениях с ним, как-то вас дискредитировало. Он говорил потом, что расстался с ней, но через какое-то время сказал, что продолжал с ней общаться. Где-то не очень понятно, в каком ключе откладывалось ваше общение. Говорил потом, что ничего между ними не было, но я увидел в телефоне смс от нее, что она тестопредсказанная. Он сказал, что это его друг с ней переписывался, я ему сообщил, что не мы расстаемся. Не очень понятно, что я имею ввиду, но очевидно, что доверия здесь уже нет. Очевидно, что вы начали по нарастающей за мужчиной следить, не отдавая себе отсчет в том, что беспокоит вас именно ваше собственное желание. Также я познакомился с одним парнем, и у нас произошла близость. Вот это то, о чем я вам говорил. Это то, о чем я говорю. Верное поведение, в том числе, характеризуется еще и тем, что человек крайне безответственно подходит к своим действиям, своим поступкам. Вот крайне-крайне безответственно подходит к своим действиям. Вы, на мой взгляд, поступили именно так. Вы крайне безответственно подошли к своим действиям, к своим поступкам. Крайне безответственно. То есть, э-э-э-э-м. То есть, э-э-м-м. Вот, условно говоря, да, условно говоря. Уговорю. А вы, ну, переспали с другим человеком, с другим, с другим мужчиной. Я вас не обвиняю, скажи сразу, абсолютно ни в коем случае, я вас не обвиняю, но вы же о чем-то думали, когда ложились в постель с этим шагом, вы же чего-то хотели, вы же, а, ну, на что-то надеялись, и, ну, надо бы подумать, все-таки, да, а, как бы, чего мы хотели, что бы было нужно, в чем вы нуждались, надо, вот, а, я думаю, что если вы для себя в этом направлении поразмышляете, то ситуация будет гораздо лучше, вот, потому что, вы говорите, что-то произошла близость, нет, нет, не близость произошла, а вы переспали с мужчиной, потому что вам чего-то хотелось, вот, вот, ключевой момент во всем этом, во всем этом, это то, чего вам хотелось, это ключевой момент, вообще, знаете, это крайне важный момент, всего вам хотелось, дальше идем, так, а я об этом пожалела, и как раз на следующий день я узнал об этом, это вопрос, про который я писал раньше, то есть, тут надо разобраться, мой бывший узнал об этом, и начал объявлять меня в измене, опять же, вы объяснили ему, почему вы это сделали, я хотел его вернуть, так как думал, что и правда изменила ему, ну, вообще-то это правда, вы изменили ему, объективно, вот, другой вопрос, опять же, что люди не вещи, а люди не вещи, чтобы их, ну, возвращать, вот, а люди не вещи, вот, понимаете, такая штука, и, вот, тут мне кажется, неверное ваше, вот, восприятие, неверное восприятие, не совсем верное восприятие, того, как вообще обстоят дела, в принципе, в отношении там, понимаете, и, да, обратите внимание на то, что, сам человек, вам, ну, уже, уже, скорее всего, не интересны, вам интересны отношения, вот, вам интересны отношения, вот, вам интересны интересен сам человек, сколько интересно опрашивают. Вот, потому что они вам, ну, очевидно, что-то дают. Дальше, так, значит, затем он снова сошёлся в той, с которой был летом, но они быстро расстались, а потом он пришёл ко мне, мы идриско проводили ночь вместе, и вот однажды после такой ночи я узнал, что беременна. Ну, не очень понятно, что значит, мы идриско проводили ночь вместе. Я узнал, что беременна, опять же, предохранялись ли вы, или вы, или что. Он не обрадовался, а он должен был. Также я узнал, что у него уже как мисс была другая девочка, а это не нормально, учитывая, что вы расстались. Он пришёл, чтобы я ей ничего не говорил, я этого не сделала последней. Почему? Он обещал её бросить, но не бросил, так как казалось, что мой поступок убил его чувство, и он меня не может простить. Вам не кажется, здесь, вот, ну, противоречия, что ли, ну, вот, какое это противоречие, вам не кажется. То есть человек, вначале, сперва вроде как, вроде как, обещает, что бросит девочку, с которой он, он, вместе, а потом говорит, говорит, что он бросить девочку он не может, вот, потому что ваш поступок убил его чувство, но если ваш поступок убил его, убил его чувство, как он говорит, он не мог вам обещать в таком случае ничего. то есть это, вот, странно, понимаете, это странно, как минимум. О. Это странно, как минимум. поэтому здесь мне кажется, что что-то не так. Вот, мне серьёзно, кажется, что что-то не так. Вот. Мне серьёзно кажется, что есть вот тут какая-то вот проблематика, на мой взгляд. Либо человек просто вами манипулирует. Дальше, так, значит, будет ли он принимать участие в воспитании, я не знаю, он говорит, что будет сложно, так ему будет больно быть воскресным папой. Это манипуляция, это манипуляция. Его мама ничего не знает, так как он не знает, как ей это преподнести, но зато знает про его новую девочку. У меня поддерживают мои родители, я винил себя зато стогременно, потому что это самый глупый выход из этой ситуации. Из какой ситуации, выход куда, не очень понятно. Так, значит, почему быть воскресным папой, тоже не ясно. Почему вы хотите, чтобы мужчина принимал отношения, принимал участие в воспитании ребёнка, хотя у вас есть достаточно серьёзные проблемы в отношениях, для меня не ясно тоже. за что вы себя вините, тоже не совсем понятно. То есть, почему вы себя вините. Складывается такое впечатление, да, что вот абсолютно никакой, опять же, ответственности, да, никакой ответственности вы вообще не несёте за себя, да, и за то, что вот вы и делаете. Вот. Дальше. Эм, так. Ммм. Винюция оказалась слабой, не смогла пережить в субботу расставания, а хотела вернуть эти отношения, так мне казалось, что это будет сделать легче. Эм, опять же, обвинения, ну, вам объективно ничего не дадут. Обвинения. Эм, я думаю, что, здесь, ээээ, имеет, имел, имел бы смысл, ээээ, по-размыслить на тему, эээ, того, вот ээээ, что для вас важно, ну, вот на самом, ну, вот на самом деле. Да, то есть, эээ, чего вы хотели бы. Эээ, вот это важно было бы рассмотреть, а не то, как вот вы себя, ээээ, сейчас, да, пытаетесь, ээээ, обвинять, вот, в ээээ, каких-то, ну, каких-то вещах, да, каких-то историях и так далее. Вот, вот эта позиция, ээээ, заведомо, является, эээ, прогрошной. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. То есть, видите, у вас, ээээ, изначально, ээээ, позиция, как бы, ээээ, прогрошная здесь. Опять же, вина, это невыраженная агрессия, невыраженная агрессия по отношению к кому-то, к кому-то. Ээээ, так, просказывают мысли, что лучше бы беременность прервала, так как сразу груз в плечи падёт. Это нормально, и, в общем-то, беременность, я думаю, здесь, ээээ, ну, вас освещает, тем более 22 года. Я боюсь от пацана, тут нужно с этими работать. Нужно работать со страхом одиночества, это не принятие себя. А ведь девочка с ребёнком не привлекательный вариант. Это скриотип, связывается от того, как девочка себя ведёт. Мужчина хочет воспитывать свои гены, не чужие. Это тоже скриотип. Ещё боюсь, что на своей жизни можно поставить крест, так как времени, ни времени, ни денег уже не будет хватать. Аааа, если так, зачем нас решали ребёнка-то оставить. Во всех, очевидно, спросила и так, ну, это понятно, это наше отчаяние. Ну, вот так, Калина, вот такой ответ вам можно дать. Вы можете, конечно, выбрать психотерапию, но я рекомендую всё же вам разрешить вопрос о беременности. Сперва. Вот. Либо оставить ребёнка и соответственно его родить, либо делать аборт. Я не знаю, можно ли делать на таком строке аборта или нет, но тем не менее. Вот. Я просто, правда, не специалист. Я не специалист. В этом, в этом вопросе. Вот. Всё. Тогда удачи вам. Я надеюсь, что это было полезно. Вот. Обратите внимание всего лишь полгода с ребёнком, до сих пор не определились в том, как вы к нему относитесь и вообще хотите ли вы его. Что касается своей жизни, то вы на своей жизни поставили крест давно, когда начали, в общем-то, такие вот созависимые отношения, поэтому в этом смысле ничего нового вы не сделали. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, а я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо, пожалуйста. Продолжение следует...